У нас ни касок, ни веревок ничего не было. Мы сейчас вот даже говорим, где все было. Ни страховочной веревки, ни каски, ни даже лопату. Предприятия имени Фрунзе не было. Возмущаются родственники погибших. Рабочие чистили крышу зернохранилища подручными предметами, которые принесли из своего же дома. Крыша элеватора металлическая и скользкая. На ней снег толщиной в полтора метра. В считанные секунды вся эта снежная масса сползла вниз и забрала с собой семерых рабочих. Трое спаслись. Четверо токарь, слесарь и два механизатора так и остались под завалами до приезда оперативников. Снежная лавина, которая сегодня унесла жизни четырех человек, сошла с крыши того зернохранилища. К месту происшествия сейчас не пускают. На месте работают оперативники. Единственное, кого на несколько минут пропустили, это родственники погибших, чтобы они смогли попрощаться со своими родными. Самому молодому из погибших Максиму Сергеенко было всего 22. Молодой человек жил с мамой. По словам сельчан, ее увели в слезах до нашего приезда. В одночасье осиротели семьи и других погибших. Позвонили, что зять мой погибший. А дети остались? Остались, конечно. Трое у них. Один самостоятельный, а эта девочка в институте учится, а мальчик еще в школу полет, только в первый класс. Посмотреть на первую школьную линейку сына Юрий Дмитриев уже не сможет. Осуществить свои планы не успели и двое других погибших. По факту гибели работников СПК имени Фрунзе следователи возбудили уголовное дело. Какие-то санкции будут к ответственному директору? Ну, давайте заранее не будем говорить. Следственная бригада занимается. В любом случае, решение, если виновное есть, решение будет принимать суд. Двое из троих спавшихся провели под снегом около 10 минут. Кислорода уже не хватало. Не спонсовала их, вызволил в другой рабочий, который этим утром по счастливой случайности опоздал на работу. Двое из мужчин от госпитализации отказались. Одного доставили в Заринскую ЦРБ. По словам главы района, у мужчины перелом ребер. Известно, что семьям погибших предприятие выплатит материальную помощь от 100 до 200 тысяч рублей. Издержки на похороны тоже берет СПК. А ведь предприятие могло бы просто купить на эти деньги страховочную веревку. Вышло бы дешевле. И родственникам не пришлось бы хоронить своих любимых и родных. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.